Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И он мне стал цитировать Цитировать Перековеркана И там подведено итог И он мне говорит Вот видите Даже в наших книгах Вот в вашей книге Библии Рассказа Видите Даже здесь что написано Давайте всех ваших людей К нам я сказал знаете дьявол тоже библию цитировал он говорит когда я говорю как вы не считали когда он с иисусом разговаривал он цитировал библию игру лучше вас библию знает этот неверующий он знает так библию как никто из нас христиан не знает ее ты только думаешь где это написано он тебе может сказать место и когда и кем написано какое настроение у этого человека было когда он писал он очень хорошо знает писание он очень хорошо знает о чем там сказано и знание писания не всегда определяет степень твоей веры в бога степень твоей близости с богом дьявол цитирует библию но это не значит что теперь он стал святым из-за этого многие люди приходят скажите что вот написано вот там я бы сейчас открою прочитаю вы не знаете что ли я говорю я узнаю что вот написано вот это он где-то я знаю и ягодисты ходят такая есть такая динаминация интересная очень странная я сразу же вспоминаю как дьявол вот написано писано бросься и будут тебя держать ангелы знаете когда людям ставят вот так позицию начинает библию использовать неправильно кто-то для сетевого маркетинга кто-то для каких-то своих странных целей начинает использовать они не понимают бога они понимают дух писания они не понимают сущности послания христова они не понимают христа все что им нужно им нужно подтвердить какую-то вот какую-то вот такую свою точку зрения и убедить теперь я знаю я прав я лучше всех ты не имеешь духа его однажды петр подошел и он был порыве ревности он думал он помазанник божий иисус только что ему сказал ты скала и на этой скале камень не там так далее ты построить церковь и вот он петр подходит я камень халилю я иисус а иисус говорю что меня распнут я пойду в иерусалим и петр подходит горс знаешь иисус вот я тут подумал не не очень хорошо ты идут в общем принял решение считай ты ошибся давайте подскажу как надо ты не должен умирать ты нам нужен живым пойми от тебя толку от живого больше будет чем от мертвого и он начинает убеждать иисуса христа иисус смотрит на него и потом так нежно смотря на петра говорит отойди от меня сатана я представляю петр был как это теперь он такой вау петр он теперь не какой-то там петр и вдруг ему иисус горит от меня сатана петр огнянулся назад не говорит ли иисус кем-то сзади него и написано и петр ушел не очень глубокая мысль зародилась иметь часть как дьявол мог иметь часть в петре вроде петр пришел и сказал хорошие вещи мы не хотим что ты чтобы ты умирал но это было против воли божьей хорошая вещь но против воли божьей справедливо правда разве ты бы не пришел к иисусу не искал иисус не стоит иисус я хочу чтобы ты жил иисус я не хочу чтобы ты умирал ты такой хороший ты так мне нравишься казалось бы какой правильный мотив какое доброе сердце петр молодец братан но это было действие вражья как приходит дьявол он не придет тебе в открытой форме и не начнет тебе тыкать рогами в твое лицо и говорить бей он не начнет рычать на тебя конечно если ты под сильным бодуном тогда он тебе же открывается и показывает кто здесь кто но смотря на практику христианской жизни я обнаружил он приходит очень тонкий срез настолько тонкий что по час трудно различить компромисс ничего страшного когда ты подходишь думаешь это неправильно и вдруг у тебя зарождается мысль да ничего страшного в принципе ну ничего так пойдет но в принципе ну если это грех бог простит но ты не мог иначе поступить кто-то улыбается да вы чувствовали да вообще-то ты понимаешь ты не можешь этого делать но внутри тебя появляется мысль да но почему я не могу а может попробовать и не так страшно да ничего плохого в этом не будет да в конце концов все это делают и ты начинаешь искать оправдание и ты начинаешь защищать и ты начинаешь говорить а вот другие как один человек сказал крутачу я вам чему нельзя пить вот почему немножко можно европейские христиане пьют же вот почему нельзя вот объясните мне и я говорю у тебя вопрос про европейских христиан или у тебя и вопрос про желание пить вопрос почему ты хочешь не вопрос почему можно нельзя почему ты хочешь суть почему тебе вдруг хочется он говорит ну вот я хотел выяснить доктринально я говорю нет 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 и не доктринально хотел выяснить ты хотел что пастор сказал можно пей я говорю тебе пей веселись блуди но знай за все дашь отчет и более того за каждую мысль так говорит библия он приходит очень тонко он никогда не придет тебе наглым образом тоненькая зависть на пейджер сообщение сосед купил мебель через две минуты новое сообщение я иду к тебе подпись жаба когда ты видишь у кого-то появилось что-то хорошего он так радуется повезло а внутри тебя радость а потом а мне как только ты узнал вдруг какой-то брат говорит знаешь слава богу все так а ты стоишь рядом слушай классно и тут дьявол говорит а ты когда будешь радоваться а ты когда получишь благословение от господа иисуса почему бог его благословляет да он негодник такой посмотри на него а ты ты святой ты праведник наглец его бог благословил да он гордец ты такой смиренный посмотри он даже не видишь что ты смиренный и вдруг внутри тебя начинает происходить процесс до ничего что ты получил ничего страшного бог меня тоже любит часто я вижу такие разговоры меня как они я сразу же перед вижу вот этот тонкий срез он настолько тонкий внутри человека на происходит процесс внутреннего шторм начинает происходить он начинает волноваться а у меня тоже будет и я тоже и я а я лучше а я а ты и знаете первое желание какое уничтожить его вспомните братья когда иосифа он пришел к ним сказал братья господь откровение дал какое откровение братья радуйтесь ну что любимый сыночек папаша откровение он чуть ли жизни не поплатился он чуть ли не умер из-за того что братья стали завидовать там сначала была зависть потом сильная зависть а потом групповой сговор убьем этого почему он лучше нас его папа любит больше у него красивая одежда убьем его а потом кто-то умный был они же все родные дети якого продадим папа нинген заработал продадим сколько нам дадут монет 30 отлично я не знаю как они разделили их между собой но они как-то должны были делить продали в рабство внутри происходит эта тонкая зависть тонкая зависть бог авеля каин два брата бог призрел на дар авеля бог сказал принимаю твой дар он ничего не сказал каину и когда каин посмотрел ухты умнее значит да да что ты думаешь там о себе все начинается очень тонко сначала зависть сначала обида сначала вот эта тонкая мысль не справедливости вот это чувство странное чувство справедливости ты не справедливо когда кто-то приходит и говорит меня благословили я нашел деньги на улице я заключил контракт меня на работу хорошую приняли и первая твоя мысль несправедливо почему потому что если в тебе дали то это было бы когда ты слышишь о кого-то радость от господа помаза не переживает вы знаете о как это как это плохо иногда случается как многие расскажу о пасторской платяночки когда пастору кто-то приходит ты знаешь я был на собрании такого человека а пастор сидит и слушает его член церкви и знаешь на том собрании было такое помазание так мощно было жаль тебя не было казалось бы все классно а пастор начинает думать так меня не было было хорошо может я вообще есть не нужно может лучше мне не приходить чтобы было лучше и внутри дрелью дырочка да а ты на себя посмотри кто ты и начинает я видел так многое в моей жизни в жизни других людей когда это происходило вдруг вот это зависть такая тонкая такая нежная едва заметная когда кто-то говорит свидетельствует когда кто-то искренне делится о том что бог сделал и как внутри тебя начинает происходить небольшой штормик как внутри тебя начинает появляться вот эти маленькие жабочки монстрики которые готовы уничтожить и потом когда ты приходишь домой и когда с кем-то ты встречаешься в тебя в разговоре уже говоришь плохо про другого человека из-за чего ты хочешь найти в нем что-нибудь плохое чтобы доказать я прав а он я слушал принципы одного миллионера он сказал никогда не обсуждай а чё не говоря человеке если его нет рядом если ты говоришь плохо ты совсем плохо поступаешь говорит только хорошее а другой сказал защищай тех кого нет на собрании защищай даже если они не правы защищай их это принцип успеха его нету как ты можешь о нем говорить и говори хорошее или молчи только один человек мне кивает кто-нибудь аминь скажет или это хороший принцип жизни успеха никогда не говори плохо тех кого нет а если их нету то защищай их перед теми кто говорит о них плохо даже если он совсем плохой защищай его он нуждается в защите никогда не присоединяйся к группе тех которые осуждают давай вы сейчас сюда поставим говори здрасте иван петрович он приходит очень нежно писание дьявол ходит как рыкающий лев я смотрел передачу уже рассказывал вам знаете львы в саванне ходят и они создают вот это присутствие и и вот эти газели антилопы и всякие зебры они стоят и слушаю где-то лев осторожнее и и потом он постепенно привыкает это антилопа к этому звуку и он кругами ходит медленно подходит медленно ты же дьявол во мне не имеет части не имеет но ты оглянись кусты мы что-то там кустах подходе значит антилопа травку пощипать раздвигаешь кусты а там вот такая киса не движется в общем надо делать дюре сам посмотреть бэээээ ты кто он не приходит так неожиданно если ты дистанцируешься от него он не может поразить тебя но если ты приближаешься вот эту знаете как говорят граница ходить по границе между светом и тьмой а я выдержу ничего страшного я могу ходить по границе все классно я же не упаду я не падаю я не падаю но какой-то момент ты проваливаешься и держишься братья спасите тебя начинают вытягивать ходить по границе ничего страшного немножко можно а ничего страшного мне можно мне можно я могу я меня нет никаких проблем я могу слушать мирскую музыку мне нормально пускай поют вот эти странные мужчины переодеты в женщин так весело не поют почти как наши песни все будет хорошо это как у нас почти он почти верующий дурачок с шарфом тонкая граница хихихаха очень тонко очень тонко очень тонко вдруг начинает все хихихаха да он голубой а он полез на телевизор и а нас много начинает говорить потом начинает садиться на шею и играть хихихаха потом появляются фильмы там да про голубого он там главный герой и потом дальше и дальше а потом принимать законы ну да им можно жениться они что же не такие как мы а если их узаканивает государство значит они могут брать детей мальчиков для воспитания и они взяли мальчиков для воспитания как вы думаете кого они вырастут а я сказал хорошо если они хотят брать детей на воспитание то только дети должны произойти от таких же как они вот двое собирается два мужика вот дети рожденные от мужиков могут они брать только при одном условии очень тонкая линия он не приходит наглым образом он приходит тихо он приходит на уровне мысли чувства на уровне обиды очень тонко под приходит и говорит ты знаешь а с тобой поступили несправедливо вот эта мысль несправедливо тебя не заметили всех заметили а тебя не заметили всех увидели от тебя не назвали почему меня не заметили а с тобой не поздоровались а тебе не сказали доброго слова а ты достоин а ты хороший да ты посмотри да ты человек божий, дьявол поет тебе эту песню, ты человек божий, да ты сильный, а тебя не заметили, они даже не понимают твой размер, они думают, ты какой-то мелкий, а ты не мелкий, ты конкретный парень, смотри, ты же знаешь, ты кто такой, да, аминь, не говорили, я человек божий, я все могу, я аллилуйя, аминь, аминь, кричит дьявол тебе больше, вперед, иди скажи им все, что ты думаешь о них, да вы, я человек божий, а вы кто, как предостеречься от этого, писание говорит, не давайте место дьяволу, не дайте ему зацепиться, не дайте зацепиться, если ты чувствуешь, приходит мир в твою жизнь, может быть тебе начинает нравиться что-то, что нравится в миру людям, ты начинаешь приобщаться, и ты становишься ближе, и тебя притягивает это, и ты смотришь, и тебе это уже, ну ты не принял это, но тебе это уже не против этого, и ты уже маленький компромисс имеешь, и уже, и уже классно, послушайте, дорогие мои, вот здесь скрыто, вот здесь спрятано, вот здесь заложена вся, вся трагедия, не давайте место дьяволу, не разрешайте миру господствовать в вашей жизни, не разрешайте миру приходить с одной идеей, маленькая идея, а было бы неплохо, а было бы неплохо, а было бы неплохо, а было бы неплохо, знаете, у меня выработанная позиция, у меня выработанная позиция по отношению к алкоголю, я человек Божий, я освященный, я не пью алкоголь, точка, я не пью алкоголь, точка, и никаких изменений, компромиссов, почему я не пью, я человек Божий, Бог благословляет меня, потому что я сделал этот выбор ну а что нельзя ли можно я не знаю нельзя можно я сделал выбор я на заре для христа я сделал выбор не пью алкоголь ни в какой форме а вот безалкогольное пиво я сделал выбор ты что она заставляешь я никого ничему не заставляю я живу для христа и говорю подражать а мне как я христу я сделал выбор но знаете когда летаешь самолетах там ходят эти симпатичные девушки в проходах с напитками и они говорят что вы будете и они начинают перечислять они начинают перечислять с алкоголя и какие-то там идут перечисления даже название не знаю виски миски шнапсы пиво всякие там всякое даже водку можно заказать и вот она перечисляет перечисляет я говорю а из нормальных напитков что есть она горит вода наградовать и воду знаете первые 200 раз было нормально а потом я сижу и вдруг она говорит ну вы будете пиво а я никогда пиво не пил и вдруг у меня в голове вдруг мысль почему ты не пьешь пиво я даже понять не мог я думал дьявол самолете не летает и знаете такое ощущение что это была моя собственная мысль моя собственная мысль да почему я не пью пиво и вот она движется по ряду под приближается ко мне почему ты не пьешь пиво там хорошее пиво я даже не значит хорошее плохое не пью пиво у меня выбор я грудь нет я не пью пиво потому что я на заре и подходит ближе вторая мысль ладно христос не пил пиво и ты не пей а вино я подумал точно дьявол есть самолете в этот шквал вот и вопросов и знаете что в этот момент пока был шквал вопросов обсуждения было сказано да никто тебя не увидит никто не узнает где могилка солдата никто не заметит прими решение сделай выбор я знаете когда она пошла что будете я посмотрел не игру воду это мой выбор я держу твердо позицию я знает мой выбор какие бы ни были бедствия стихи я не приближаюсь близко я не приближаюсь да я встречал верующих которые пьют не стыдно за них не стыдно я был на одной конференции и братьев взяли там такие рожи красные нам надо отдохнуть я говорю давно пора а я трезвый мне не надо сейчас ложиться отдыхать я человек божий я хожу в присутствии божьем что тут такого а я исполняюсь духом а не упиваясь вином я делаю выбор а как ты другим можешь навязывать я не навязываю я наоборот ободряю всех пейте напивайтесь грешите блудите ваше дело за все дадите отчет перед богом многие семьи сделали выбор отношения выяснять вы знаете вначале все было мирно и любовно а потом сделали выбор на повышенных тонах они начинают разговаривать с децибелами и вы знаете есть семьи где муж женой постоянно говорят на повышенных тонах постоянно чуть ли не на уровне крика они так они уже не слышат что они кричат они думают это нормально и потом дорогая я посмотрел думал как это как это странно в моем доме никогда такого не будет я сделал выбор я сделал выбор не пускать мир в мою жизнь я сделал выбор я я закрываю закрываю вот какие-то вот эти странные вещи закрываю уши и глаза я не хочу чтобы это стало частью моей жизни человек божий должен проповедовать людям чек должен должен проповедовать люди я знаю человек божий иногда заработаешься и ты не проповедовал никому и моем кабинете сидел другой человек и ко мне вот звонит сетевик и говорит знаете я хотел вам убедить чтобы ваша вся церковь подписалась и чтобы вы стали нашими клиентами вы знаете сколько вы заработаете и потом он сам не цитировать библию я сказал ему а вы знаете как человек может попасть царство божье как получить вечную жизнь он разгорит я сейчас прочитаю в нашей книге вот здесь я не не вы знаете он как я буду делать добрые дела подключу многих людей к моей сети и тогда я попаду на небо я вам нет библии написано делами никто не оправдывается он скажет серьезно я говорю вот вам крест я говорю я священник или кто ну как же тогда спастись тоже может спастись я вот этот важный вопрос вы знаете через кровь иисуса я начал проповедовать вы можете получить спасение и я я включил а он сайте напористый они сетевики арендовал он там представляете конгресс и он какие-то какие-то странными меня пытается убедить а я начал ему таким напористым тоном через кровь иисуса христа вы можете получить доступ к престолу благодати получить спасение ибо сам господь заповедовал вам покаяться и уверовать евангелия а что такое евангелие блага и весь этой весь об иисусе христе который пришел на землю и умер за вас и он раз я чувствую он там дик села слушает их учили что чтобы человека понять нужно его выслушать а я понял что слушает думаю есть уши есть контакт контакт есть контакт и я включил всю свою мельницу который только могу на полную скорость я сказал конечно же нужно творить добрые дела но не добрыми делами только через гробь иисуса если вы не покаетесь что будет в аду будете это факт как как я в аду однозначно вы будете в аду писание говорит что все согрешили вызвать и согрешили хоть раз да значит все смерть да знаете мне так понравилось и я говорю господь дай мне побольше вот этих людей которые будут звонить чтобы я им благую весть доносил продолжай ходить в боге держаться за господа продолжать стране сторонитесь от мира но не уходите из мира приходите туда с благой вестью многие верующие соприкасаясь с неверующими они принимают тот же образ и они начинают тот же мировоззрение брать когда кто-то говорит мы пойдем достигать евангелем этих рок-н-ролльщиков и постепенно рок-н-ролльщик приобрел в свои ученики этих братьев христиан эти братья христиан и вдруг стали рок-н-ролльщиками и потом он же ни на что не способен и потом к нему мысль засела а в христианской музыки нет нормальной музыки а вот рок-н-ролл есть нормальный это не христианский как ты вообще может как-то рот по открывается но посмотрите нет ничего нормального игру как рот открывается гендаля послушай баха послушай послушай базанову как круто тебе поворачивается открывать нет нормальной музыки чек выбрал что знаете мерзкая или мерзкая одной тоже мерзкая музыка мерзкая мерзкая она хорошая а вот христианская на плохом сделал выбор мне если бабушка пайка на дамбре будет петь про куда и су лучше всего скажем на это я делаю свой выбор я не выбираю христианскую музыку я выбираю христианские книги я выбираю жизнь господом я выбираю жизнь с иисусом я выбираю полноценную жизнь праведника жизнь праведника это так хорошо я выбираю делаю выбор я выбрал жену я люблю я сделал выбор я выбрал церковь я выбрал божий дом я выбрал господа я сделал выбор жизнь состоит из выборов этот выбор строит мою жизнь максим почему ты стал успешным не знаю наверное потому что сделал однажды выбор не могу сказать однозначно в чем состоит успех но есть чувство что я сделал решение которое впоследствии принесло благословение мою жизнь я имею прекрасных детей помазанников божьих которые будут проповедовать евангелие они все уникальные все разные я сделал выбор моя семья и мой дом будет служить господу я сделал выбор я сделал выбор не буду читать мирскую билетристику и всякие романы я сделал выбор я сделал выбор жить для господа я сделал выбор читать библию но ты его несколько раз прочитал я сделал выбор еще раз прочитать я делаю выбор я делаю выбор творить дела божьей стараться изо всех сил повиноваться господу быть послушным угодному воле доверять богу свою жизнь я сделал выбор а какая система чтобы денег побольше заработать доверять богу сто процентов вот я вот ты господь благослови меня доверять ой ну ты знаешь на бога надейся некоторые неверующие знают продолжение этой пословицы христианский обосуд звучит так на бога надейся и все ему доверяй я доверяю богу но как ты жить будешь я доверяю богу вы принесли десятины да принесли почему потому что доверяем богу я доверяю богу но ведь 10 процентов это так много это так мало по сравнению с тем что он может дать мне я готов всегда давать десятину потому что знаю что верен господь ну как он тебе с неба свалит нет не с неба свалит он найдет пути как меня благословить на моей работе продвижение в карьере новое место работы да что угодно он найдет возможность как благословить меня я когда женился он меня благословил через жену я ничего почти не принес семейную жизнь она принесла все квартира имущество керзовые сапоги тесте все принесла иголки нитки ложки посуда холодильник как один человек сказал такую фразу добсон его зовут он горит когда горит выбираешь партнера жизни смотри боба а когда выбрал сквозь пальцы большинство людей делать наоборот смотрят сквозь пальцев а потом когда женился смотрит в оба мама родная что это кто это хорошая кстати формулировка если кто записывает запишите когда выбираешь смотри в оба как выбрал сквозь пальцы уже все уже не нужно приглядываться уже выбрал я сделал выбор этот выбор постепенно накапливался я делал выбор enchukes за годом я сделал выбор молиться я сделал выбор посвятить свою свою жизнь господу я сделал выбор ходить для господа я сделал выбор пользу бога я сделал выбор пользы святой жизни многие люди ищут компромисс но Ну, постой, Максим, а почему нельзя? А я оставлю вопрос по-другому. Я говорю, а почему можно? Ну как, где в Библии написано, что нельзя курить? Я говорю, а где написано, что можно? Вот где написано? Дети мои, курите с утра до вечера. И колитесь, дети мои. Ибо укол сей это жало в плоть вашу. Где написано, что Бог сказал? Дети мои, пейте вино, бухайте, сколько влезет водки. Где Бог ободряет? Давайте. И они начинают говорить, нет, нет, давай посмотрим. Вот там сказано, не упивайся вином. Ну, не упивайся. Ну, вот. А это значит, столько пить, а вот столько упиваться. Я говорю, ты сейчас еще линейкой измерь. Где слово не упивайся появляется? Идем, идем, идем. Вот здесь, вот здесь не упивайся начинается. Ты просто хочешь найти причину, почему тебе пить. Так пей, друг мой, и ходи перед Богом. Напиися водки и помолись. Приди к престолу благодати. Накурись, весь дымом пришел. Господь смотрит, ты что, из ада только вылез, что ли? Нет, Господь, сейчас дым. Жив Господь. Максим, ты осуждаешь? Никого не осуждаю. Я пытаюсь сформировать свою жизнь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Это Библией сказано. Ты постепенно приобщаешься. Если ты сделал себе рок-н-ролльщиков, друзей, поверь мне, скоро ты будешь любить рок-н-ролл. Ты слушать его с утра до вечера будешь? И питаться от него. Ты сделал выбор. Выбор начинает делать тебя. Ты сделал решение, и оно формирует твою жизнь. Мир приходит очень медленно, вкрадывается через газетные статьи, через объявления, через рекламу, через какие-то вещи. Он начинает манипулировать твоим умом, сознанием. Входить и говорить, ну не совсем это плохо. Одна сестра пригласила нас себе домой. Меня и Ларису. Мы пришли. И мы ходим, сестра верующая. И ходим, смотрим на полки, на шкафы. И смотрим, видеокассеты лежат. Я думаю, классно, какие проповеди она слушает. И смотрю, у нее там цветные какие-то обложки, смотрю название «Секс в большом городе». Незамужняя сестра. Что? Что это такое? Объясни мне вот причину. Ой, да нет, это не порнография. Что это? Ну это вот там такие женщины, которым за 30 лет, и они вот еще не знают, что делать. Что? Да нет, нет, это не совсем, мы не про то. Про что? Ну они все хотят выйти замуж, и не могут выйти замуж. Я говорю, там нужно быть секс до брака в большом городе. Как? Мир не имеет части во мне, дьявол не имеет части во мне. Разве он может иметь часть в моей полке? Разве может он находиться там? Я принял решение жить для Господа. Но не так интересно. Я знаю, не так интересно. Но есть выбор. Жить святой, праведной жизнью. Жить с Господом. Общаться с его присутствием. Тебе хочется секса в большом городе, а вот тебе в шалаше с Господом не хочется пообщаться? Любовь с Богом в шалаше. Называется скиния. Помолись, прославь Бога так, чтобы облако спустилось. Человек, который не молится, не спускает облака. В его доме всегда есть такие вещи. Давид говорит, не положу вещи непотребные перед глазами моими. Компромисс. Маленький компромисс. Что тебе интересно? Что ты подходишь и смотришь на книжные полки? Максим, что вообще журналы читать нельзя? Можно? Я когда подхожу к журнальной полке, там много журналов есть. Я подхожу, там есть журнал хозяйства, цветоводства, как сделать своими руками. Ну какие-то вот такие журналы. Мне нравятся технические. Посмотреть, как там они делают это своими руками. Я все равно этого не сделаю. Да хоть помечтать можно. Есть другая полка. К той полке я не подхожу. Я даже не... А что там интересно? Ну-ка, давай проверю. Что это? Плейбой интересно. А это что? Я не пойду туда. Я сделал выбор. Максим, как ты достиг успеха? Как ты смог добраться, докуда ты добрался? Потому что я делал выборы. Я делал выборы, делал выборы, делал выборы, делал выборы. Я говорю, я понимаю это. Всегда есть люди, которые хотят, чтобы пастор говорил им ложь. Или говорил полправды. Говорил одну часть. Знаете, Бог любит вас. Он умер за вас. Все классно. Он ценит вас. Он простит вас. Он даст вам прощение. И они не хотят, чтобы пастор говорил, будет суд. Ах, лилуя. И на суд пойдут те, кто не жил для Бога. Те, которые не пришли к Его благодати. Те, которые жили для себя. И в которых дьявол имел место. И мир имел место. И беззаконие имело место. Да, вот такая реакция обычно. Бог желает дать вам всем процветание. Люди хотят. Вы уловили, да, что я мне сказал? Когда будет суд с тишином. Когда процветание, аж захлопать захотелось. Реакция живая такая. Да, да, вот он меня, давайте. Как, брат, ты как бы перестать грешить? Да, да, надо перестать. Почему ты не соскакиваешь и не грешишь? Да, Господь, слава тебе. Да, надоело грешить. Все очень тонко. Очень глубоко. Это находится внутри нас. Внутри меня. Отношение к Богу. Кто для тебя Бог? Он говорит, если я Бог, где почтение? Если я Бог, где трепет, где страх Божий? Ну, я не знаю, вот Бог, Он не любит меня. Да, да, да. А где страх Божий? Трепет. Страх Божий, это когда ты боишься сделать что-то не по Его воле. Многие демагоги, которые обсуждают, давайте обсудим, что можно, что нельзя. Вот можно проколоть пупик себе и нельзя. Так хочется. Вот пупик взять, вот так проколоть его. Вот где в Библии написано, не проколи свой пуп. Я говорю, там также и не написано, не покажи свой пуп. А почему вам не посмотреть на мой пуп? А другие свою задницу, штаны спускают, знаешь, вот так. Фу. Ну, а что ты имел в виду? Я ничего не имел в виду, я просто... Ты услышишь, что ты говоришь. Господь, можно мне пупик проколоть? А язык? А ноздрю? Проколоть можно или нельзя? Ну, почему? Господь, я хочу крестик наколоть на заднице, крестик можно? Чтоб люди знали, что я христианка. Когда спускаю штаны... Тогда пускай твой муж наколит здесь. Не оставлю Христа родного. С одной стороны, жив Господь, а сзади жива душа наша. Это Библия. Это Бог. Ну, ты не понимаешь современные моды. Я все очень хорошо понимаю. Библия сказана, не делай никаких наколок и рисунков на теле. Ты храм Духа Святого. Давай помолимся часа два, прокалывать тебе пуп или нет. Ты получишь ответ от Господа. Обычно после 20 минут молитвы все становится ясно. Я бы с удовольствием помолился со всеми, кто желает себе бровью, пуп, там что-нибудь проколоть. Сильное желание. Давайте помолимся, давайте по-настоящему исполнимся Духа Святого, чтобы небо спустилось. Посмотрим, какая у тебя будет реакция. Почувствуй небо. Может быть тебе хочется, чтобы это компромисс. Ну, да ничего страшного. Я знаю, многие прокалывают. Я не осуждаю. Пожалуйста. Я видел сестер наших, которых проколы ты пуп и что теперь сделаешь. Мне жаль, но я не буду прокалывать. Я своей жене не разрешу прокалывать. Иисуса однажды прокололи в руки. Его прокололи в ноги. Но там текла кровь, избавление, искупление. Мир желает навязать тебе свою точку зрения. Он желает тебе сказать медленно, ничего страшного, ничего страшного. Да можно. Все так делают, и тебе можно. Постепенно создает ощущение, мысль, что сойдет тебе это с рук. Нормально. Я не хочу никого загнать в ад. Я, наоборот, и вас из ада хочу в Царство Божие направить. Я не говорю, что там ты сделал себе наколку какую-то, и теперь ты в ад идешь. Но если ты ходишь перед Богом, будучи христианином, это называется предательством. Если в тебе живет Христос, и какой-нибудь алкоголик там сидит, тебе наколку делает, Христос в твоем сердце все видит. И он говорит, это храм Божий. Представьте, вы храм Духа Святого, храм Божий. На стенках храма, давайте сейчас наколки сделаем, нарисуем вот граффити. Как вы относитесь, если на церковь придетесь, граффити будет нарисована, какая-нибудь рожа. Как на Святом Храме Божьем может находиться какая-то надпись или еще что-то. Ладно, если ты жил раньше неправильной жизнью, ты сделал все эти. И даже Бог простит, если ты сделаешь сейчас. Но где страх Божий? Страх Божий это что-то хорошее. Я люблю тебя, Господь. Я живу для тебя. Моя жизнь для тебя. И мир не будет иметь во мне части. Давайте Псалом 1 откроем. Благословен человек, муж, который не сходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. Не сидит в собрании развратителей. Благословен человек, который не ходит на совет к нечестивым грешникам. Не стоит на путях грешников. Не сидит в собрании развратителей. Можно сказать, у телевизора. Но в законе Господа воля его. Давайте скажем, в законе Господа воля его. Почеркните, в законе Господа воля. Вы знаете, воля это воля, способность принимать решения, способность делать выборы, способность управлять своей жизнью. Но в законе Господа, в законе Господа, в Слове Божьем, его решение. Мои решения в Боге. Мои решения в Его Царстве. Мои решения в Доме Божьем. И о законе Его этот человек размышляет день и ночь. И тогда будет этот человек, как дерево, посаженное при потоках вод. Знаете, как в пустыне важны воды. Дерево, посаженное при потоках вод. Даже если засуха, но рядом течет и ручей, твое дерево всегда будет напитано. Которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что этот человек не делает, он успеет. Не такие нечестивые, мирские. Они как прах, ветром поднимаемый. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Не устоят! Знаете, мне как нравится? Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Или ты становишься праведником, или ты вылетаешь. Чаще всего человек приходит первый раз в церковь, сидит среди праведников, и он принимает решение. Все, это не для меня. Я ухожу отсюда. Не могу. Он даже до конца собрания дождаться не может. Вылетает. Библия говорит об этом. Поэтому не устоит! Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании. А им трудно. Им не нравится. Что они говорят про Бога, про то, про третье. Я не могу это слушать. Они не устоят. Или он станет праведником, или он вылетает. Скажем на это аминь. Может быть, тебе хотелось бы, чтобы грешники оставались, но Библия говорит, что они не могут оставаться. Им нужно принять решение. Или я иду за Господом, или я вылетаю отсюда. Или я живу, как дерево, припосаживаю при потоках вод, и во всем успеваю, и живу праведно, и не хожу к нечестивым советам, и не стою на пути грешников, и не хожу на собрание развратителей, но в законе Господа размышляю, и воля моя в законе Господа. Или я вылетаю отсюда. Он делает выбор. Это выбор. Вы однажды все сделали выбор. Вы сделали выбор идти за Иисусом. Это так? И вы оставляете этот выбор. Я остаюсь в собрании праведных. Библия говорит, не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой замечательный псалом. Я обожаю этот псалом. Все начинается с выбора. Я не иду за советом к нечестивым. Я не стою на пути грешников. Я не сижу в собрании развратителей. Моя воля в законе Господа. О законе Господа я размышляю день и ночь. Я как дерево посаженное при потоках вод. Вода это Слово Божие. Вода это Божье присутствие. И я приношу плод в свое время. Я успешен во всем, что не делаю. Я успеваю. Жив Господь. Жива душа моя. Пожалуйста, возьмите свою Библию. Откройте на Псалме 1 и встаньте. Теперь я хочу, чтобы вы научились читать Писание. Я прочитаю, как должно. Смотрите Библию. И я хочу, чтобы вы научились читать также про свою жизнь. Псалом Давида о Максиме. Благословен Максим, который не ходит на совет нечестивых. Не стоит на пути грешних. И Максим не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля Максима. И о законе его размышляет Максим день и ночь. И Максим, как дерево, посаженное при потоках вод, и приносит плод во время свое, или из которого не вянет. И Максим во всем, что не делает, успеет. Теперь вы прочитайте про свою жизнь. Я искренне желаю, чтобы каждый из нас посвятил свою жизнь Господу. Я искренне желаю. Я молюсь об этом. Конечно же, мне неприятно слышать, когда какой-то человек уходит от Господа или охладевает. Мне больно. Больно видеть, когда человек не живет для Господа. Но для Господа, для Господа жить надо. Грех вокруг господствует. Он уничтожает людей. Он делает людей нечистыми, грязными. Он делает людей грешниками. Он делает людей одинокими. Он делает людей поверхностными, неглубокими. Господь любит каждого человека. Я искренне молюсь, чтобы все верующие нашей церкви жили праведной, святой, бескомпромиссной жизнью. Мир приходит из-за компромисса. Маленький компромисс. А никто не узнает. А никто не увидит. А-а-а. Не страшно. Бог все равно простит. Можете прийти. Бог даст прощение. А все равно. Ничего страшного. Один раз можно. Маленький компромисс. Компромисс на компромиссе. И жизнь человека распадается. И в конце мы видим руину. Возможно, человек достиг каких-то результатов. Но в жизни он не достиг ничего. В жизни он не сделал ничего. Возможно, этот человек в последнюю минуту закричит, Господи, помилуй меня. И такому человеку будет доступ в Царство Божие. Ему будет обидно, что он прожил всю жизнь впустую. И его место будет в Царстве Божьем возле дверей. Возле врат. Но он будет принят. А для вас же, святые. Для вас, праведные. Есть возможность обитать на престоле Божьем. На святой горе его. Ходить среди помазанников Божьих. И не важно, сколько ты сделал дел или не сделал. Важно, насколько близок ты к Господу. Жизнь состоит из выборов. Один человек выбирает жить для Господа. Посвящает свою судьбу. Каждую минуту своей жизни Господу. И ведет бескомпромиссную жизнь. Ведет жизнь праведника. Ведет святую жизнь. Всеми своими делами, всеми своими поступками угождает Господу. И имеет Божий страх. Всегда можно искать проблемы в ближних. И обвинять их. Но этот человек ищет Господа, а не проблемы в ближних. Он не обижается, у него нет зависти. Господь наполняет его сердце. Его Дух наполнен присутствием Божьим. Чистая, святая жизнь. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце. И принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносят для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СНО, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНО – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.